Вы знаете, всегда старт, он очень важен. Я верю в это. Что как мы стартуем, и когда мы начинаем это развивать, это имеет огромное значение. В самом начале, Дима, он зачитал такое место, что все, что мы делаем, словом или делом, мы должны делать во имя Иисуса Христом. Я так рад, что сегодня мы можем во имя Иисуса делать любое дело. Я знаю, что это была инициатива Бога, чтобы началось служение на английском языке. Но Господь задействует нас. Поэтому мы сейчас будем молиться за всю команду, за всех ответственных людей, которые в этом служении, они будут развиваться. В самом начале, я хочу подчеркнуть, что пасторское служение английского потока будет возложено это бремя, или так, возложили это бремя, бремя, которое легкое. Это Роман Трачук. Это Роман Трачук. I don't even know how to say your last name in English. Трачук. Как моя фамилия будет по-английски? Козлов, I think. Я думал, не меняется. Я думал, не меняется. Как по-русски дать, оказывается, роман и София. Роман и София. Это прекрасные служители нашей церкви. These are wonderful ministers in our church. София's grown up in this church. Роман has come to this church when he was a young boy. He had different quakes in his life. But since the moment when he once gave his life to God, I am so happy for this minister. And I am just as happy that his heart responded that in the English service forgot to use him as a pastor. You know, I always consider considered and considered that a pastor is not a position. Кто-то сегодня хочет позиции. Я знаю, что пастор у него должно быть сердце. He has to have a heart of a pastor. Сердце the heart that's the foundation our relationships. Поэтому мы сегодня благослови романы как пасторя этой церкви пастор английского потока. Через год у нас будет рукоположение. И мы будем утверждать людей на тех позициях, на которые они уже в течение года проявят себя. Но сейчас это важная молитва. И вся церковь должна участвовать в этой молитве. Чтобы действительно Божьи полномочия то, что Бог имеет, чтобы пришло дерзновение, пришло понимание, чтобы действительно Бог мог использовать это служение. Я прочитаю такое место. Мы в течение недели молились. We prayed about this throughout the week. We took these verses in Acts chapter 1 verse 8. Иисус сказал такое слово. Jesus said, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Иисус сказал, что вы примите силу when the Holy Spirit comes upon you. в последний год пребывания на этой земле Иисус часто говорил о Духе Святом. Он говорил о Нем как об утешителе. Он говорил, что Он наставит вас. Он говорил о том, что Он будет открывать будущее. Он будет обличать. Но перед тем, как вознестись, Он сказал о Духе Святом как о силе, что это сила, которую вы примете, не просто так это было. Потому что дальше Он говорит, что когда это произойдет с вами, вы будете Моими свидетелями, возлюблены. Если бы Иисус не сказал бы им о том, что они примут силу, когда сойдет Дух Святой, а просто сказал то, что вы видели, когда вы были со Мною, то, что вы совершали, когда вы были со Мною, теперь об этом говорите, и вы будете свидетелями. Вы знаете, это была правда. Но Иисус имел нечто глубже, почему Он указал на Духа Святого и на Его силу. Он этим подчеркнул. Да вы можете свидетельствовать о Мне. Но если не будет силы Духа Святого, все, о чем вы будете говорить, это не будет свидетельством для меня. Это будет свидетельство ваше. Вашего авторитета. Вашего имени. Но когда вы понимаете, что все, что вы будете делать, вы не сможете делать без силы Святого Духа, вы осознаете полную зависимость, полное смирение и полное повиновение в Мне. И тогда вы будете свидетелями, потому что вы ничего не присвоите к себе, потому что это будет не воинством и не своей силой, но это будет Моим Духом. Сила Духа Святого она дана нам, чтобы нам строить Божье Царство, созидать и утверждать Его планы, делать Его работу, чтобы имя Его, не людей, но имя Иисуса, было прославлено. Мы Его свидетели, поэтому мы приняли Его силу. И Дух Святой пришел, чтобы мы были обличены этой силой. Вот почему важно сегодня развивать эти отношения вот почему важно сегодня понимать что не наши способности, но сила Божья должна проявляться через нас, чтобы все, что мы делаем, оно было приписано не нам, но всемогущим Богом. Вы знаете, Иисус сказал, вы будете Моими свидетелями и будете Мне свидетелями не свидетелями Церкви Истины, не свидетелями еще какой-то деноминации, не свидетелями какого-то авторитета на земле. Он говорит, Мне свидетелями, а это значит, все, что мы будем делать, мы будем понимать, это не я, но это сила Божья, которая дана через Дух Святой, поэтому я свидетель Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу сейчас призвать вас, чтобы в этой молитве мы могли молиться в нескольких направлениях. в первую очередь, конечно, мы будем молиться за Романа. Мы помолимся также за Софию. Мы будем also pray for София. Я знаю, что это служение оно не может быть в одиночку. Оно ложится на всю семью. Потому что это жертва всей семьи. This is a sacrifice of the entire family. Вы знаете, в нашей семье, благодаря моей жене, thanks to my wife, many things in my life have been accomplished. Да, она не проповедует, хотя она может это делать. Она не учит, хотя она может это делать. Но вы знаете, сама сила поддержки, это когда ты ощущаешь, что тот, который близкий, любящий человек, он с тобою. Он стоит в молитве. Он разделяет через что ты проходишь, через определенные трудности, непонимания, одиночество. И ты знаешь, что этот человек, это твой тыл, и он защищен. Поэтому так важно молиться из-за жену, чтобы действительно это служение в английском потоке оно было эффективным. Поэтому мы помолимся из-за Романа и за Софию. Еще что хочу подчеркнуть, что этот год будет таких бурных разных созиданий. Разные люди захотят примкнуть. Разные люди захотят иметь какую-то позицию. Это нормально. Но как важно, чтобы была мудрость, чтобы люди, которых Бог определил, чтобы они были на тех позициях, на которых видит их Господь. Поэтому мы будем молиться об этом, чтобы была мудрость, чтобы были чувствования правильные, чтобы мудро подходить к разным решениям Я знаю, что эта работа среди англоговорящих людей, кроме того, что они знают английский язык и могут свободно проповедовать и служить людям англоговорящим. Нужно также понимать структуру или, так сказать, культуру или это общество, среди которого мы живем. Поэтому нужна мудрость, чтобы все эти вещи понимать. я знаю, что какой бы ни был человек национальности, где бы он ни воспитывался, я знаю, что есть ответ на все эти культурные, политические, разные влияния воспитания. Есть ответ во Христе Иисусе. Мне бы хотелось, чтобы англоговорящий поток он открывал Иисуса, чтобы люди, они стремились разных национальностей не потому, что вот новая церковь на английском языке. Мы посмотрим, что там происходит, как играют музыканты, как поет группа, что там у них новенького, но чтобы они стремились потому, что они знают там Иисус, там Его проповедуют, там Его открывают. Поэтому пусть Господь даст нам понимание, что центром всякого служения должен быть Иисус Христос. Аллилуйя! Дорогая церковь, в этой молитве я также хочу вас призвать, чтобы вы благословляли для того, чтобы это служение английского потока имело влияние в этом городе, чтобы тьма отступила, чтобы свет проникал, чтобы люди, сидящие во тьме, могли видеть свет, чтобы еще сотни тысяч людей через эту поместную церковь могли познакомиться с Иисусом, могли познать Его, чтобы действительно то, что сейчас будет происходить, пройдет, если Бог продлит жизнь, пройдет год, может быть, пять лет, может быть, десять лет, чтобы мы видели плод для Божьего Царства через эту поместную церковь, через англоговорящий поток, во имя Иисуса Христа. Давайте мы сейчас встанем. Я попрошу, чтобы Роман и София могли пройти, также все ответственные, за которых мы будем молиться сейчас, вы также пройдите, все женатые, замужем которых, с мужьями, женами, также проходите. Все женатые, которые будут служить, пожалуйста, приходите с вашей семьей. Становись, Таня, рядом с родиком. Вы немножко можете сюда, так, чтобы был проход у нас к платформе. Вот. В большинстве эти люди, они стабильно собирались в течение последних трех месяцев. Они обсуждали разные вопросы. Каждое утро в субботу или вечером в среду. Они приходили, они проводили время в молитве. Также Авель и Эдита. Тоже они, да? Сакраменто они в отеле. Вот. Но они также, это часть этой тоже команды. И я вообще рад, что вы так за эти три месяца объединились. И не просто объединились, но вы уже многие планы построили наперед. И молились об этом. И было подтверждение вашим сердцем. Господь дал это подтверждение. Я знаю, что кроме тех, которые знают русский, которые хорошо знают английский язык, вот среди нас есть Двайт, который уже и русский знает. Мы сегодня с ним по-русски общались на входе. Но будет команда пополняться и пополняться англоговорящими людьми. Для этого мы открываем эти двери. Поэтому, дорогая церковь, мы одна церковь, но у нас будет много языков. Будет и испаноговорящий поток. Но мы начинаем среди англоговорящих. Хотя у нас есть уже испаноговорящие. Я что бы хотел, чтобы в этой молитве, когда мы совершим молитву, мы помолимся в первую очередь за Романа и за София. Мы их благословим. И потом, мы будем молиться за всех вас. Вся церковь будет вас благословлять так же. Потому что те позиции, которые вы имеете, это служение. Не бывает такого большое или маленькое служение. Любое служение в церкви. Оно важное. Любое. Даже когда вы заходите и видите, какая-то лежит бумажечка. И вы думаете, что это не мое служение. Потому что я не ашер. Я уже себя убираю с позиции служителя церкви. Мы должны за все переживать. Это сердце должно быть служить. Это наш сердце, которое должен быть. Так что я попрошу, чтобы ответственные братья с Луфтиляма не пройти сейчас сюда. Рома, вы встаньте на колени. А, нет. Стойте тогда. You can stand. Ну, да. Ну, стойте так. Хорошо. Нормально. Не надо. Людмила, проходи сюда. Помолись. Я хотел бы, чтобы Людмила также благословляла Софию, потому что есть вещи, которые есть в ее сердце. Я знаю Людмилу. Вот. 27 лет мы уже в браке. Скоро 28 будет. Вот. И у нее очень открытое сердце. Доброе и открытое и к людям и жертвенным. Поэтому мне хотелось бы то, чтобы ее сердце так распространялось. Вот. И это самое сильное. Это быть поддержкой и быть рядом. Это самое сильное. Вы знаете, за все эти 20 лет я много что видел в разных служениях. Как жены у мужей отбирают микрофон на платформе. Как они хотят, чтобы их постоянно в кадре видели. Вот. Ну, моя супруга не такая. но у нее очень мягкое сердце. Чтобы переживать за людей. Стоять в проломе. Все события, которые происходят в этой церкви, они также проходили через ее сердце. Поэтому я хотел бы так же, чтобы она подвязалась к этому молитву. Дорогая церковь, давайте мы поднимем руки. Братья, подходите сюда, мы помолимся. Драгоценный Господь, мы благодарны Тебе за Твою благодать. Я благодарю Тебя за эти открытые сердца. Я благодарю Тебя за Романа, за этого служителя в этой поместной церкви. я благодарю Тебя Господь. Я благодарю Тебя, за Его открытое сердце к Тебе. Что однажды Он встретил Тебя. И Он прилепился к Тебе. И Он был связан к Тебе. Сегодня этот день когда Ты его переводишь на новый уровень. Я его благословляю. И я благословляю чтобы Твой страх ответственность было в Его жизни. Я его благословляю чтобы Он был верным. Чтобы Он был с открытым сердцем. Чтобы Он был чувствитель. Чтобы Он был sensitive ко всему, что происходит. Я его благословляю чтобы Он преодолевал трудности. Чтобы Он уповал на Тебя. Чтобы Он был смелым. Чтобы он никогда не повернулся назад. Чтобы он видел цель и шел к ней. Во имя Иисуса, я призываю на Него. Твою защиту, Твое покровительство, Твое помазание, Твое благословение, Мудрость Твоя, покровительство Твое, полномочия Твои на Его жизнь. Во имя Иисуса, я благословляю Его. Когда Он будет встречаться, с трудными вопросами, чтобы Он нуждался в Тебе. Чтобы Он всегда искал время. Проводить общение с Тобой, Иисус. Я Его благословляю. Чтобы плоть не имела места. Но чтобы Дух Его управлял им. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за Софию. За эту прекрасную сестру. Благодарю Тебя за ее верность. Я благословляю ее. Благословляю ее сердце. Я благословляю ее сердце. Как она была помощницей до этого момента. Чтобы она была всегда поддержкой. Чтобы всегда она была рядом. Чтобы действительно Ты мог ее использовать, Господь. Для восполнения многих нужд. В этой церкви. И тогда, когда будут разные атаки. Чтобы она имела мудрость. Стоять рядом с мужем. Во имя Иисуса Христа. Я призываю Твою защиту. Именем Иисуса Христа. Я ее благословляю. Чтобы она была защищена. Кровь завета. Покрывает ее. Ни одна стрела. Которая будет лететь. Чтобы поражать ее. Не коснется ее. Не подправить ее. Я благодарю Тебя, Иисус. Бог, I thank You. For Your powerful hand. Я благодарю Тебя. И я благословляю Софию. I bless София. Никакого страха. Никакого уныния. Никакого уныния. Но, Господь, полный упований. Но, Господь, полный упований. Полностью на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Господь, сотни людей. И тысячи. И тысячи. Которые придут в эту церковь. Чтобы ты их использовал Употреблял Чтобы люди исцелялись Освобождались Чтобы люди возрастали Чтобы люди реализовывали себя Через это сужение Во имя Иисуса Христа Мы благословляем прямо сейчас Халлелуя Сейчас я попрошу, чтобы и Рома И также София, чтобы вы также подняли руки И будем молиться за всю эту компанию Это ваша команда Это наша команда Это поместная церковь Аллелуя Дорогая церковь, простите руки И мы будем молиться за всех Которые вышли сюда Аллелуя Вся слава и честь Тебе, Иисус Я благодарю Тебя за эти открытые сердца Которые увидели эту жатву Жатву среди одноговорящих людей Жатву в этом городе Среди людей Которые нуждаются в сегодня Нуждаются в спасении Мы сегодня благословляем эту команду Этих служителей Мы благословляем их Чтобы они на всяком месте На всяком месте Где они только будут находиться В этой поместной церкви И за пределами ее Чтобы ты их использовал Чтобы твоя благодать была на них Твое поможание Твоя сила Чтобы Господь Многие люди Имея встречу с ними Могли прийти к Тебе И познали Тебя Я благословляю Господь Всех ответственных На разных позициях В разных служениях Чтобы они развивались Чтобы строили свою команду Чтобы Господь действительно служение Домашний групп Служение души попечителей Служение общения Чтобы это было открыто В этом потоке Чтобы мы достигали Погибших людей И чтобы через это имя Тво было прославлено Мы благословляем сейчас Именем Иисуса И воздаем Тебе славу Аминь Аминь Слава Богу Мы так рады за вас Мы так рады за вас Слава Богу Слава Богу Джекоб Так рады за вас Мы так рады за вас Родик Вы знаете Это новое поколение Мы Просто не представляем Что Бог будет делать Через них Кто-то их просто видел На скамеях Но вы просто будете видеть Как слава Бога Будет течь через них Это новое поколение Которые выросли В этой церкви Которых Господь предназначил И мы просто Были бы Виновны Если мы бы их ограничивали В отношении Русскоговорящих людей Мы вас не ограничиваем Будете двигаться на восток Вы говорите по-русски Пожалуйста Приобретайте русскоговорящих На запад двигаться Вы говорите по анлиски Ангоговорящих Будем приобретать Но в этом потоке Когда мы открываем двери Для наших соседей Не только соседей Которые рядом с церковью живут А соседей Которые живут рядом с вами Мы открываем двери для всех Для людей С которыми вы познакомитесь В магазине Для людей С которыми вы где-то встретитесь В парке Для людей С которыми вы будете ехать Где-то может быть В самолете лететь Знайте Выслужители Для того, чтобы их привести к Господу И в этой церкви Это база Где они будут формироваться Так что мы вас благословляем Пожалуйста, садитесь И пусть Господь вас обильно-обильно благословит Аллилуйя Аллилуйя Олег. Для меня это чуть-чуть странно. Я всегда перевожу. Теперь меня переводят. Это, наверное, только четвертый раз в своей жизни. В Африке несколько раз переводили. В Эстонии. И в Швеции. А, и в Германии тоже, я по-немецки не переводил. И в Германии. Я не говорю по-немецки. Я, честно, не буду брать вашего много времени. Потому что я уже слишком долго и так стою на сцене. Но я попросил... Sorry. See? Sorry, we've got to work out the dynamics here. I'm not going to take a lot of your time today. Because I've already been on the stage for long. Но меня попросили поделиться. But I was asked to share. About the vision of the church. И когда я готовился. И когда я готовился. Единственное, что мне приходило. One thing that came to mind. Это Господь говорит, надо делать из любви. And that is, you have to be moved by love. Просто так чисто Господь для меня начал приводить примеры. And clearly I could see the Lord giving me examples. Что если мы будем делать что-то без любви. If we do anything outside of love. Приглашать людей. Even invite people. Говорить о Иисусе. Speak about Jesus. Делать великие вещи. Do great things. Но делать это без любви. But if we're not motivated by love. Это будет просто пустота. This will be empty. Это всегда, когда мы так делаем. When we do this. Так мы быстро устаем. Then we will get tired. Так быстро это стает просто трудностью. Because then it becomes a burden. Как уже пастор прочитал. As pastor read earlier. Деяния апостолам. In the book of Acts. Иисус сказал, что мы будем свидетели. Jesus said that we will be witnesses. И я знаю, что каждый человек в этой церкви. And I know every person in this church. Каждый из вас, он призван быть свидетелем. Every one of us is called to be a witness. It doesn't matter where you sit. Нет разницы, если вы никогда не держали микрофон. It doesn't matter whether you've held a mic or not. Может быть, вам кажется, что вы просто приходите. Maybe you think you're just calm. Господь, Он не согласен, чтобы вы не были свидетелями. God's intention is for all of us to be witnesses. Бог, Он призвал вас лично. He called every one of you. Когда Он говорил эти слова. Он не пропустил ваше имя. Он видел вас лично. Он видел вас в эти годы. В 2014 году. Когда вы живете около ваших соседей. Он видел вас как свидетели. Он хочет, чтобы любовь. Он заставлял вас не молчать. Мне пришлось задуматься. Я had to think about this. Когда последний раз я свидетельствовал кому-то за пределами церкви. Outside of the walls of the church. Когда последний раз мое сердце разбивалось потому что кто-то умирает около меня. Когда последний раз я просто не мог пройти мимо я просто не мог пройти мимо я просто не мог пройти мимо вместо того, чтобы остановиться и посвидетельствовать человеку. и задумаюсь так я знаю вы можете не отвечать но лично для себя я знал, что недостаточно я это делаю. Я был convicted я провожу больше времени говоря об этом. Why do I not spend more time talking about this? In school they knew I was a Christian but it's still not enough. Why do I not lose sleep and have a burden because I go to school for atheists who are going straight into hell? и для меня быстро пришел ответ and I had an answer Господь просто мне сказал the Lord spoke to me потому что часто He said off times недостаточно what you're missing ты проводишь время со мной is you're missing out on spending time with me. Он просто я сразу это понял I understood right away that I didn't have to come up with all these explanations Иисус мне чисто сказал It was very clear what He said He said when you spend time with me тогда тебе трудно не видеть людей как я их вижу это призвание быть свидетелем это ничто кроме того что Иисус говорит проводи время со мной Он говорит придет Дух Святой и Дух Святой соедини тебя со мной и я просто говорю каждому члену нашей церкви если вы задаете себе этот вопрос ответ легкий мы просто недостаточно проводим время с Богом я не обвиняю никого я не говорю что все не так но просто когда мы ценим это время с Богом когда мы проводим это время хотели бы мы это или нет ваше сердце начинает биться для погибающих внезапно ты забываешь свои проблемы и внезапно проблемы твоего соседа они начинают быть такими естественными для тебя и вы знаете Иисус постоянно писал извиняюсь знаете Библия постоянно пишет о любви Христа поэтому у Христа недостатка с любовью нету у Него нету проблемы с любовью когда Он увидал пять тысяч человек он был движим любовью когда Он исцелял людей он был движим любовью когда Он двигался и ел с мытарями он был движим любовью все что Иисус делал Он делал с любовью И так же мы видим что ученики когда они проводили время с Иисусом внезапно эта любовь начинала течь через них поэтому это прекрасное начало нашей церкви этого нового служения я знаю что Бог хочет дать вызов обоим служениям не только для английского служения но для русскоговорящего служения Бог просто хочет напомнить вспомните откуда вы не спали Он сказал вспомните эту первую любовь и эта первая любовь сделает вас свидетелями просто невозможно проводить makita tatsächlich первую невозможно сделать без второй because the first one is impossible without the second and the second is impossible with the third they're connected просто невозможно любить людей и не любить Бога. You cannot love people without loving God. And you cannot love God and not love people. And somebody says, I love God but you hate your brother. It says you're a liar. It says if you love God who you do not see if you do not love God who you do not see how can you love a neighbor who you do see. I just call our church to be planted deeper in this love. Ask yourself what you put your time into. And if you need to reprioritize your life let's do it as a body. Kind of like when we do when we come for prayer. Let's make a commitment as a church as a body as individuals to seek the heart of God to seek to experience Him. And I know, I'm confident that when we spend time with Him that it will be very easy, natural very easy to be a witness. I know in my life I spend a lot of time with my dad. You probably notice. Every time I preach I always have a story about me and my dad. And I grew up obviously close. He's also a friend and He's still a friend. And you know, I'm kind of like Him whether I like it or not. When I was in California at the youth we were ministering at a church when I was walking out someone came up to me without asking any of the questions. He's like, you're Vladimir's son, right? And I was kind of shocked. I don't know this person. I don't know who he is. Later on I find out he was at our house when I was still a little boy. And I asked him, how did you know? He's like, by your mannerism. I mean, I even in the face looked exactly like my dad. Maybe I had more hair. Maybe I was shorter or maybe taller. By my character, my mannerisms. You cannot hide those things. And the same way when we spend time with Jesus, His character, His mannerisms, they start seeping through us. And you will see that people around you they will ask you, who's son are you? Are you son of Jesus? And you'll see that this will happen more often. You will have opportunities to be a witness of Jesus. And so I call the whole church. let's take care of that area of our life and that is fellowship with Jesus. Let's invest more time into fellowship with Him. And from this time and if when we do we will be true witnesses. We will love people. We will spread His kingdom take over. So I just want to congratulate the church one more time with our birthday. This is a new ministry but it's also it's almost like a rebirth of our new vision. Happy birthday. Thank you. Hallelujah. God is good. Book block. Jacob, you could come already I think and just softly play. We're going to pray in just a few moments. And it's a special day. Especially for our family. My wife came to me this morning as we were sitting down. And she said it's the first time we sat together on Sunday morning in three years. So she's happy. Она рада. You know people ask me how do you feel? Are you excited? Ты рад? And to tell you the truth I was more consumed by the things God was doing in me. Changing in me. Меняя во мне. Speaking in me. I was more captured by that than this moment. I believe that this moment is just the result of that. And this didn't come as something quick. But the Lord began to do this for over probably about a year and a half. Where he first began to speak to me personally. And then only three, four months later I shared with my wife and we started this journey of devotion of prayer and God began to change my heart. God began to break my limitations. He began to expose me to his heart and that changed me and that captured me. It captured me so much that I started losing gravity of this life I started losing interest in everything else around me. I couldn't find myself for a moment and I thought am I losing my mind? What's going on with me? And then I began to be drawn to the book of Acts and I started reading it from cover to cover and I saw that all of them lost their mind. I didn't lose my mind. I just found myself in his plan, in his will, in his call. And you know, there's such a fulfillment, there's such a joy not to have a position, not to have a title, but to be in his will. Just to be in his will. My prayer has been this. God, expand my heart for people. God, expand my heart for people. God, expose me to your pain. God, expose me to your passion. Expose me to your joy. I thank him for the grace that he's given me to follow him. I can't even take credit for it. It's his grace that allowed us to say yes to him. I am so moved with the fact that God is speaking to us. And sometimes I sit down and I'm talking to my wife and I said, wow, God is speaking to us. He's speaking to us. This is so amazing. This is so amazing. And I started praying that Holy Spirit, Holy Spirit, never let me gain a distance from this voice, from this leading, from this leading, help me to yield my whole life to this move of the Holy Spirit. To this move of the Holy Spirit. You know, the anointing of God, the presence of God, in itself, carries restoration. The anointing in itself carries healing. The move of God, in itself, carries restoration. We cannot experience God's presence. We cannot experience God's anointing and not be moved in this flow of restoration. That is the heart of God. in His presence. The Bible says there's fullness of joy. In His presence, there's healing, there's salvation, there's deliverance. And if His presence comes, we will find ourselves in this current of healing, restoration, deliverance. if we're in His presence, if we're in His anointing, if we're in His anointing, we will find ourselves in ministry, in healing, restoration, and deliverance. Because that's where God is moving. That's what God is doing. Look at the result of the book of Acts. Look at the result of the day of Pentecost. What was the result? Was it just a manifestation? Was it just speaking in tongues? Was it just a shivering? What was the primary fruit? First, for us to change, and then to change the world for Jesus Christ. We see it from cover to cover. that all these people who were simple people, ordinary people, they were ignited to reach the harvest. They were ignited. They were moved to reach the broken. And I want to read just a few passages before we pray. In Luke 4.18, it says, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. To proclaim liberty to the captives and recovery of sight and recovery of sight to the blind to set at liberty those who are oppressed to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus reads these words from Isaiah and He says, the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me. Jesus He says, the anointed one. The meaning of Jesus is the anointed one. And He says, the anointing is upon me to heal the brokenhearted. the anointing is upon me to set the captives free. He has sent me this anointing has sent me to deliver those who are oppressed. We see these simple ordinary people in the Bible who were exposed to the presence of God. and their hearts were ignited for souls. For salvation of souls. The Bible says that Jesus is the Lord of the harvest. It's His harvest. It's His people. And He's the Lord of it. We simply connect with Him and we begin to be laborers on the fields. But I believe that it's not just understanding that. But like Rod said, when we experience an intimacy with Him, something sparks in our hearts. something moves us to be people to be people that sacrifice everything to see this world safe. to see this world safe. Apostle Paul He surrendered His whole life to preach the gospel. And after being beaten so many times, after going through so many trials, and years of ministry, He comes and says, I'm going to Jerusalem and they're going to kill me. and He begins to encourage the church. He begins to inspire them. And the people said, don't do it. Don't do it. Don't do it. He had a desire to go to Jerusalem even though He knew that He's going to be killed. God already opened to Him that He's going to be martyred. Remember many times He said, I would rather be with Him but for your sake I'm still here. I'm still here. In 2 Corinthians, chapter 5, verse 14, it says, for the love of Christ compels us because we judge this that if one died for all, then all died and He died for all that those who live should live no longer for themselves but for Him who died and rose again. and verse 18, it says, now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. that is that God was in Christ reconciling the world to Himself not in putting their trespasses to them and has committed to us the word of reconciliation. and verse 20, now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf be reconciled to God for He made Him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. He says, now we are ambassadors ambassadors of Christ is Christ speaking through us this message of reconciliation and then in conclusion before we pray Mark chapter 16 verse 19 so then after the Lord had spoken to them He was received up into heaven and sat down at the right hand of God and they went out and preached everywhere the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs Jesus died Jesus was resurrected Jesus appeared to them for 40 days and then He was ascended into heaven and the Bible says He sat at the right hand of God but the last verse here says something very interesting it says and they went out and preached everywhere and the Lord working with them the Lord that's sitting at the right hand of God working with them wait a minute just the verse before this it says that He ascended that He sat at the right hand of God that He's no longer with them how is this possible? it says the Lord working with them that is possible through the Holy Spirit He sent His Holy Spirit and we are not workers of our own organizations but the Lord is working with us He's working with us as we go and we declare God's truth as we speak on Christ's behalf this message of reconciliation the Lord is working with us and He commanded signs and wonders to keep us company He said with signs accompanying them isn't this powerful? Jesus sent His Holy Spirit and as a result the disciples were just in this flow of ministering to people and the Lord accompanied them and had signs that followed them I believe I believe that as we gain our focus back on the harvest God will begin to provide everything necessary for us to be successful because it's His heart it's His fields and so He invites us to be laborers on His field and He said if you're willing to accept this job I'm going to be with you and I'm going to accompany you I'm going to strengthen you I'm not calling you to do this by yourself I'm going to be with you I'm going to empower you and I'm going to command I'm going to command that signs and wonders to accompany you so I believe that to serve Him to be His ambassador is the greatest promotion you can ever receive it's the greatest privilege you can have to be an ambassador for Christ and so I just in conclusion I want to pray that God would ignite in us a new fire for the harvest that God would ignite in us a new flame to see people saved that this experience with God that this experience with His presence would move us to bring restoration to this nation let's stand together Jesus encounters a demon-possessed man who was naked who had legions of demons in Him the Bible doesn't even talk about His name he had issues he was so rejected by the society Jesus meets Him He sets Him free and this man runs after Jesus and He wants to follow Him He wanted to get in the boat with them He was so moved by what happened He was so changed and Jesus says these words in Luke or sorry in Mark 5.19 He says go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you all of us in this room we were like this man we needed a Savior we needed an encounter with Jesus and Jesus encountered us and He set us free and He filled us with hope and He healed us and He restored us and naturally we want to be in His presence we want to be in the boat we want to be comfortable we want to be comfortable next to Jesus just to sit there and just to watch but Jesus says go and tell all your friends what I have done for you go and tell all those people the great mercy that I have shown you go and shine to this world go and be the salt to this world it would be nice to have the company of this man it would be nice for Jesus to have this man next to Him He could have just told people look what I did look how awesome He is look how He changed He is but Jesus didn't keep us He released him and said go and the His Son and the history I don't know how accurate it is but it says about this man that He went out into this town and He began to declare about the power of God about the goodness of God He began to share about His encounter with Jesus and there was such an impact there was such a move of God that there was a church established because so many people converted and believed in Jesus Christ and if you go there now there is a broken down foundation and you see a bigger foundation next to Him and you see a bigger foundation next to Him that church soon became too small and they had to build a bigger church next to Him and all these people and all these people that received Jesus because of this demon-possessed man were going to that church you see God wants to do something through you God doesn't want to just be in you but He says I am in you and through you and through you let's allow this deposit let's allow this deposit which God released into our lives that the deposit of His Holy Spirit deposit of His power the deposit of His power that the deposit of His anointing begins to be released through us let it touch the nations let it begin to bring healing let it begin to bring healing let it begin to bring restoration in Jesus' name over this room right now I want you to just lift your hands. Begin to ask the Holy Spirit to light a fire to light a fire for souls. A fire for souls. For God to expose His heart. Lord, we pray for this church. We pray for every member of this church. We pray that every person that we would be ambassadors. That we would be ambassadors. Lord, the anointing that we received. That it would release us. That it would send us. Lord, that your miracles and wonders would accompany us. Oh, Father, we ask that you would open doors. Lord, we pray for a greater devotion for a new surrender to come into our life. Release your fire. Holy Spirit, release your fire. Ignite our hearts. Ignite our hearts. Open our eyes to see the harvest. To see the thine world. Open our eyes to see how the harvest is ripe. To see we thank you, Lord, that you've called us. That you've chosen us. That you've appointed us. That you've called us ministers of the New Testament. We thank you, Lord, that you've called us to be partakers of the New Testament. And as Jacob sings right now, I want you to just open your heart. Maybe don't think about how to pray the right prayer. Just open your heart and say, Lord, I'm here. I'm here. Lord, I'm here. What do you wish to do? What do you wish to do? Lord, here I am. Here I am. Here I am. And allow the Holy Spirit to light up certain things in your life. As we sing, I just believe that there's going to be an unknowing release. I believe that God's going to just spark a flame. There's things in your heart. There's things in your life. There's things in your life. That you felt a call towards. And that fire was quenched. And that fire was quenched. Right now, God's going to blow his wind. He's going to blow his wind upon that fire. And it's going to burst into flames. And it's going to burst into flames. Again. Again. And I prophesy. I prophesy. I prophesy. I prophesy. I prophesy. I speak life. 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 To the dry bones. I speak life to the dry bones. In Jesus' name. In Jesus' name. I speak the move of God. I speak the move of God. I speak the move of God. I speak the anointing of God. Я молюсь о чудесах и знамениях. Я молюсь, чтобы Вы открыли, а Он открыл небо. Открой небо над нами. Дай нам услышать Тебя. Дай нам увидеть Тебя. Зажги наши сердца, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы просим Тебя. Мы жаждем Тебя. Открой ваше сердце. Открой ваше сердце. О, я скажу, hoo, Бог! О, я скажу, я скажу. И я скажу, о seu necessary. Его и otra, Savior. Все, Думаю, я скажу,chron этого ты наказал, И я скажу, ваше сердце. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он принесет жизнь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь есть одна нужда Очень серьезная Я прочитаю вам Помолитесь, пожалуйста, за моего племянника Его зовут Михаил, ему 28 лет Сейчас находится в Провидence Hospital Заболел доктор, дал таблетки, стало хуже Повезли его в emergency room Он потерял сознание Они нашли опухоль в мозгах Он отвергает Бога Отказывается кушать Сказал, буду умирать Помолитесь, чтобы Господь дал ему покаяние И исцелил его Большое спасибо Thank you very much Давайте мы сейчас Просто возьмем власть Давайте сейчас мы будем противостоять Этому духу смерти Который пришел схватить его Which came to capture him И будем молиться, чтобы Божье помазание And we are going to pray for God's anointing To touch him For him to open his heart To accept you Open up to him As God Almighty And right now we go against the enemy's plans We destroy all the plans of the devil We destroy all the plans of the devil In the name of Jesus And we ask you Touch him Right there in that room Right there in that hospital Let your presence Go come into this place Let the presence Have power To heal And change Every hopeless situation We thank you Let's also pray for Julia She came out of a surgery And her lungs are not working Right now let's pray These people have asked They've asked for us to join this prayer They have a faith That God will touch them And have faith That according to the presence of the church God is able to touch them Right now let's do our part As a church of Jesus And let's start believing And start standing in a gap for these people For God to touch them right now Lord we pray right now Господь, мы просим Тебя Чтобы Ты коснулся Силой исшеления Твоего Мы говорим к легким сейчас Чтобы они восстановились Мы говорим к легких Чтобы они заработали В ее теле Во имя Иисуса Христа Пусть ее жизнь Еще продолжается И пусть ее жизнь Приносит славу Твоему имени Подними ее, Господь, с этой кровати Сделай ее свидетелем Твоей славы Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя За силу Твоего исцеления За Твое присутствие На этом месте Если Ты нуждаешься в исцелении сейчас Ты на этом месте Просто подними свою руку Если есть боль в Твоем теле Ты нуждаешься в исцелении Просто подними Божье присутствие на этом месте Его атмосфера Просто наполняет Это место сейчас Где Вы видите руки Пожалуйста, пройдите к ним Давайте мы сейчас Просто будем верить И повелевайте этой болезни Берите власть над этой болезнью Господь, мы просто молимся сейчас За всех людей В этом месте Которые имеют боль Прямо сейчас, Дух Святой Мы просим Тебя Коснись их Коснись их силой Твоей Коснись силой исцеления Твоего Прямо сейчас Принимайте это исцеление Принимайте Божье прикосновение Бог восстанавливает вас Бог за вас Бог не против вас Бог за вас Он не против вас Он не против вас Бог не отвергает тебя Он не отвергает тебя Он не послал эту болезнь в твою жизнь Дух Святой Дух Святой, мы просим Тебя Коснись Восстанови Коснись сердце Чтобы оно Стало мягким Принимать Твоё исцеление Может быть уже давно Были сомнения И разочарования Дух Святой Коснись это сердце Сделай его мягким Во имя Иисуса Во имя Иисуса Благодарим Тебя В завершение Я хочу Дать эту возможность Если вы сегодня пришли на это место И может быть столько нового для вас Столько информации вы слышали Но вы чувствуете Божье присутствие И вы еще никогда не посвящали Свою жизнь Богу Может быть вы до конца не знаете Его Он Желает Чтобы вы знали Его Он хочет коснуться вас Он хочет открыться вам И если ты здесь И ты хочешь принять это решение And you want to surrender Your life to Jesus I want to welcome you To the front And I believe that God is just going to Simply touch your life And He's going to Reveal Himself to you If you're here And if you have that desire I want to invite A few care leaders To just come up front And during this Last song of worship Anytime Just come up Maybe you have a need Maybe you have a prayer request And you want somebody To stand with you Just come out During worship We're going to be happy To pray for you We're going to be happy To stand with you And we're going to believe That God Is going to intervene And bring restoration Whatever situation it is Some of the care leaders Would you come up Care leaders of the English service And the Russian service So church I just want you to lift your hands Let's begin to worship God And if you have any kind of need Or you want to surrender Your life to Jesus Christ We want you to just come out And make this step Towards God In Jesus' name We love you 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 In this place We honor your name Oh God We honor And I I'm desperate for you Oh Say and I Say I'm lost I'm lost without you Oh We declare this morning And I And I I'm desperate I'm desperate for you Oh Jesus And I And I I'm lost I'm lost without you Oh And I And I I'm desperate for you Oh You're the very breath of God And I And I I'm lost without you Oh Jesus I'm lost without you Just tell them I'm lost Oh God I'm lost without you Where would I be without your mercy and your grace I'm lost without you I'm so grateful for you I'm so grateful for all you've done Jesus I'm lost without you I'm lost without you We sing I'm desperate Oh God I'm desperate for you I need you oh God I need you Lord I need you Lord I'm desperate for you Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok